Китай призвал арабские страны содействовать прекращению огня на Ближнем Востоке. Эксперты подводят итоги международного форума «Один пояс – один путь». На юге Китая проходит крупнейшая ярмарка импортных и экспортных товаров. Не только панды в провинции Сычуань развивают высокотехнологичный сектор. 12 тысяч волонтеров подготовили для помощи спортсменам на азиатских паралимпийских играх. Китай впервые принял Всемирный конвент научной фантастики. Международный театральный фестиваль стартовал в провинции Джэцзян. Китай призвал организацию объединенных наций работать вместе с руководством арабских стран для решения Палестино-Израильского конфликта, который вспыхнул 7 октября. Об этом заявил постоянный представитель КНР при ООН Джан Цзюнь на открытых дебатах Совета безопасности организации. Лига арабских государств и арабские страны должны играть ведущую роль в палестинском вопросе. ООН и Совету безопасности нужно прислушаться к их призыву, укреплять координацию с региональными организациями, а также решительно выступить в соответствии с резолюциями ООН, например, арабской мирной инициативой. Это необходимо для прекращения огня, защиты гражданского населения и предотвращения гуманитарной катастрофы. По словам китайского дипломата, палестинский вопрос должен быть решен безотлагательно в соответствии с принципами справедливости. Тем временем, с начала обострения конфликта посольство КНР в Израиле эвакуировало больше тысячи китайских граждан. Около 300 граждан Китая в городе Сдерот на юге Израиля столкнулись с высокой угрозой безопасности. Министерство иностранных дел дало указание посольству Китая в Израиле действовать оперативно, чтобы организовать их переезд и эвакуацию. Благодаря согласованным усилиям наши граждане покинули Сдерот. Они вернулись в Китай или выехали в другие страны. В Министерстве иностранных дел КНР подчеркнули, что работа по эвакуации и помощи гражданам Китая в Израиле продолжится. Китай и Россия – взаимодополняемые экономики. Такой вывод сегодня делают эксперты, разбирая итоги прошедшего международного форума «Один пояс, один путь». По мнению политиков и экономистов, каждая из стран должна развивать свои проекты, поддерживая двусторонние отношения в общих интересах. В своем выступлении на форуме председатель КНР Си Цзиньпин отметил, что все человечество взаимосвязано и призвал к усилиям, направленным на укрепление взаимовыгодного сотрудничества. А также объявил о восьми мерах, которые будут способствовать совместному процветанию. Речь сегодня председателя Си Цзиньпиня, как и всегда, была очень глубокая, стратегическая, всеобъемлющая, нацелена на большую перспективу вперед. И очень важно, наверное, подчеркнуть, что и по мнению нашего президента Владимировича Путина, который был высказан в ходе уже двусторонних переговоров, она полностью соответствует позиции российской стороны, направленная на развитие широкого евразийского сотрудничества. Она успешно реализуется, она продвигается. Почему? Потому что она направлена в интересах всех сторон. В дни проведения форума основное внимание СМИ и мировой общественности было приковано к переговорам лидеров России и Китая. В числе значимых результатов – крупнейший долгосрочный контракт на поставку зерновых и зернобобовых культур. Кроме того, стороны заявили о намерении развивать торговые связи. Для этого Россия в ближайшие годы создаст логистическую инфраструктуру в сибирских и дальневосточных регионах. Такие шаги еще больше укрепят экономические связи России и Китая. Сейчас Россия и Китай проходят первую из пяти стадий, которые председатель КНР, выдвигая инициативу 10 лет назад, обозначил. Первая стадия, с которой все должно начинаться – координация стратегий. Вот сейчас Россия и Китай находятся на этом важном очень пути, когда они координируют свои стратегии социально-экономического развития. Следующим этапом, по мнению экспертов, станет развитие конкретных проектов. И речь не только об инфраструктурных объектах. Те иностранные государства, которые сотрудничают с Китаем в рамках этой инициативы, они получают не только инвестиции, но и технологии. Это очень важно. Сегодня к глобальной инициативе «Один пояс, один путь» присоединились более 150 стран и свыше 30 международных организаций. Успех проекта обусловлен именно тем, что он учитывает интересы всех участников и направлен на самое широкое развитие евразийского сотрудничества. В Гуанчжоу-мегаполисе на юге КНР завершился первый этап 134-й китайской ярмарки импортных и экспортных товаров. Выставку уже посетили свыше 100 тысяч торговых представителей из более чем 200 стран. Из них почти половина приехала из стран пояса и пути. Это вдвое больше, чем в прошлый раз. Ярмарка вместила 74 тысячи выставочных стендов для 28,5 тысяч участников, что стало новым рекордом. В отдельные зоны выделили экспозиции, бытовой техники, электронных потребительских товаров и автомобилей, в том числе транспорта на новых источниках энергии. Самая крупная торговая выставка Китая продлится до 4 ноября. Десять лет назад провинция Сычуань насчитывала не больше тысячи высокотехнологичных предприятий. Сегодня их уже 15 тысяч, а регион приобрел известность как промышленная база малого авиастроения и высоких технологий. Так, корпорация авиастроительная группа Ченду вложила полтора миллиарда долларов в создание авиапромышленного парка в Дзигуне, городе-спутнике столицы провинции Сычуань. А также легендарные легкомоторные самолеты «Сесна» уже в партнерстве с американской авиакомпанией. В нашем промышленном парке 53 предприятия, которые разрабатывают и выпускают дроны или суда малой авиации. 15 из них выпускают средние и тяжелые продвинутые дроны. Промышленная концентрация – одна из самых высоких в Китае, и мы уверены, что наш парк станет крупнейшей базой по производству продвинутых беспилотников, а объемы производства превысят 13 миллиардов долларов. Еще один успешный пример из Сычуани – компания, которая прошла путь от выпуска электрических двигателей до автоматизированных промышленных роботов. Недавно годовой объем производства компании превысил 40 миллионов долларов. Наша главная продукция – сварочные роботы и роботы-манипуляторы. Мы продаем их и на внутреннем рынке, и за рубежом. В этом нам очень помогла инициатива «Пояс и путь». Сегодня мы реализуем свою продукцию в 20 странах – в основном в Юго-Восточной Азии, а также в Европе и Южной Америке. Общий годовой оборот сычуаньского высокотехнологичного сектора достиг 370 миллиардов долларов. Надежды на дальнейший рост отрасли власти провинции Сычуань связывают с индустрией искусственного интеллекта. В прошлом году ее объем составил 8 миллиардов долларов. Гимназия Сяошань Линьпу в Ханчжоу в эти дни служит ареной соревнований и местом тренировок борцов, участников 4-х азиатских паралимпийских игр. Мастерам дзюдо, джиу-джитсу и кураша крайне сложно было бы показать свое мастерство на ковре без дополнительной помощи. Специально для этого волонтеров обучили навыкам сопровождения слабовидящих спортсменов и технике использования инвалидной коляски. Сначала мы прошли теоретическую подготовку на вебинарах, потом закрепили все на практике. Теперь есть полное понимание того, как лучше поддерживать спортсменов с ограниченными возможностями здоровья. А это баскетбольный зал. Еще до начала соревнований волонтеры помогали спортсменам переключиться с управления обычными инвалидными колясками на профессиональные. Вместе разбирались в тонкостях устройства и особенностях управления. После завершения игр они же помогут атлетам вернуться к управлению их собственными повседневными колясками. «Мы надеемся, что спортсмены чувствуют себя здесь как дома. И в этом есть и наша заслуга. Мы стараемся создать им максимально комфортные условия, как во время тренировок, так и соревнований». Пара спортсмены высоко оценили уровень подготовки волонтеров и с благодарностью принимают их помощь. «Они великолепно выполняют свою работу, оказывают нам большую помощь. Я думаю, это очень хороший пример для многих людей, которые следят за соревнованиями». Волонтеров 19-х азиатских игр и 4-х азиатских пара игр называют Сяо Цин Хэ в переводе «маленькими лотосами». Такое ласковое прозвище заимствовано из китайской поэзии, а произношение напоминает слово «дружелюбный». И это лишний раз подчеркивает гостеприимность Ханчжоу и всей провинции Джэцзян. «Поскольку в Ханчжоу снова прибыли делегации из разных стран и регионов, все наши дружелюбные «маленькие лотосы» сейчас полностью загружены работой. И я уверен, что они внесут весомый вклад в успех этих замечательных соревнований». В общей сложности в Ханчжоу работает 12 тысяч волонтеров. Они помогают спортсменам-паралимпийцам в любых бытовых вопросах и, конечно, при проведении самих спортивных баталий. Всего в программе 4-х азиатских пара игр свыше 560 соревнований по 22 видам спорта. Они продлятся до 28 октября. Всемирный конвент научной фантастики проходит ежегодно с 1939 года. В этом году его впервые принял Китай. На мероприятие в Футуристический музей научной фантастики в Чэнду съехалось несколько тысяч увлеченных людей со всего света. «Я приехал из Нью-Йорка только ради этого события. Мне очень нравится, как здесь много молодежи. В этом сообществе ты можешь говорить о своих идеях и не бояться быть непонятым. Здесь очень легко быть собой». Помимо встреч с тайконавтами и писателями, в музее, где проходил конвент, можно было посмотреть уникальные экспонаты, например, самый большой лунный метеорит в Китае. Программа также включила десятки тематических дискуссий и выставок, где гости обсуждали новые идеи, будущие фантастики и даже глобальные вопросы. «Китайская научная фантастика на подъеме и набирает популярность. Поэтому меня интересовал вопрос, как увлечь молодежь такой литературой. Знаете, в англоязычном мире мы испытываем трудности в этой сфере. У нас даже есть специальный термин – «сидеющая научная фантастика». Это значит, что книги в этом жанре читают только пожилые люди». Наше время быстро меняется под воздействием науки и техники, поэтому мы определенно нуждаемся в научной фантастике. Процесс модернизации КНР идет очень быстро, а это значит, что скоро наступит золотой век отечественной фантастической литературы. Всемирный конвент научной фантастики знаменит еще тем, что на нем объявляют победителя Хьюга – самой престижной литературной премии для авторов-фантастов. В этом году в шорт-лист вошли произведения китайских авторов, в том числе роман «Жизнь висит на волоске» писателя Дзян Бо. В провинции Джэдзян стартовал ежегодный Уджинский театральный фестиваль. В этом году здесь выступят 28 театральных коллективов из 11 стран мира. Для многих из них это первое выступление на международном уровне. Для участия в фестивале мы отобрали совершенно разные спектакли. Около половины наших гостей из других стран, например, Бразилии, которая находится очень далеко от Китая. Это очень полезно с точки зрения культурного обмена. Мне очень понравилось то, что в городе сейчас очень много уличных артистов. А вчерашняя церемония открытия была настолько прекрасна, что я заплакал. Всего фестиваль в провинции Джэдзян продлится 10 дней. Его программа включает почти 90 спектаклей. Праздник искусства привлек в Уджин театралов со всего Китая и мира. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова